В зале представители различных сфер деятельности. В том, чем гордится сегодня округ, есть и их вклад. В отчёте за год Павел Шишкин упоминает и ремонт первой поликлиники, завершившейся зимой, и оснащение новым оборудованием перинатального центра, реставрацию домов культуры в сёлах и опыт работы расчётно-аналитических центров. Сейчас он взят на вооружение москвичами. Появятся такие центры и в посёлках округа. Активно развивается социальная сфера. Открылся кризисный центр для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. Запущен на социальное такси. Началась реализация проекта «Мы вместе», направленного на вовлечение пожилых в волонтёрскую деятельность, включая оказание помощи детям-инвалидам. Многое сделано за год и для развития спорта. В Старом Осколе появилась водно-лыжная база. Выделено место для строительства легкоатлетического манежа. Но всё же основным вектором в работе администрации в 2012-м была модернизация образования, подчеркнул Павел Шишкин. Ремонт и оснащение новой техникой школ города, открытие детского сада. А отремонтированный сад «Звёздочка» признан лучшим в области по благоустройству. Хотелось бы, наверное, отметить целым наше образование. Здесь, начиная исключительно с интеллектуальных проектов, которые управление образованием реализовало в жизнь, завершая модернизации и самого учебного процесса, и вопросов питания, и всё, что связано непосредственно с образованием. По итогам отчёта каждый получил возможность передать главе администрации свои пожелания и вопросы. Ответы на них обязательно прозвучат в ближайшее время, заверил Павел Шишкин. Педагоги и бизнесмены, представители профсоюзов и других организаций по достоинству оценили новый формат ежегодного отчёта. Я хорошо знакома с деятельностью администрации в сфере образования. Мы регулярно с этим знакомимся, мы чувствуем заботу администрации города, и, естественно, все начинания в сфере образования, которые осуществляются. Но сегодня мы увидели полностью картину городского округа. Действительно, очень продуктивно и комплексно был дан отчёт сегодня. И я сам знаю, как житель этого города, знаю, что, безусловно, не всё ещё было сегодня изложено, сколько уже сделано. А так, в принципе, в целом, я, естественно, одобряю отчёт. Я действительно вижу реально, что всё, что было сказано, это не краски, яркие краски, а действительно реально сделанные дела, и которые ещё должны делаться, безусловно, не останавливаясь на достигнутом, только вперёд для жителей нашего города. Марина Монакова, Сергей Кириченко, Мир Белогорья.